МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выше прогнозов. ВВП Китая вырос на 6,9% за первую половину 2017 года. Китай на МАКС-2017. Китайские авиастроительные корпорации ищут потенциальных партнеров на российском авиасалоне. Вместе по реке в провинции Хэлунзян завершились китайско-российские соревнования по гребле на байдарках. В эфире глобальная телевизионная сеть Китая. Вы смотрите информационную программу «Время Евразия». Здравствуйте. ВВП Китая вырос на 6,9% за первую половину 2017 года. Это значительно выше ожиданий экспертов. В Государственном комитете по развитию и реформе сообщили, что главным драйвером роста стало потребление и три других фактора. Каких, знают мои коллеги. За первую половину 2017 года в Китае значительно увеличилось количество рабочих мест и вырос индекс потребительских цен. Как отметил представитель Госкомитета по развитию и реформе, вклад сектора потребления в ВВП достиг 63%. Некоторые говорят, что рост ВВП в основном был достигнут за счет привлечения инвестиций в инфраструктурное строительство. Но официальные данные показывают, что это не так. Так, самым главным драйвером экономического роста стало потребление. Его вклад в ВВП выше вклада инвестиционного сектора более чем на 30% пунктов. Важную роль, как отметил Янь Пен Чен, сыграли инновации. Стремительно растут новые индустрии, новые типы бизнеса, появляются новые модели управления, новые продукты. Положительно влияют на поступательное развитие китайской экономики, стратегия интернет-плюс и шеринговая экономика. Янь Пен Чен рассказал о стремительном развитии таких отраслей, как электронная коммерция, предоставление медицинских услуг онлайн и сервисов по аренде велосипедов, которые, на его взгляд, внесли колоссальный вклад в развитие страны. Также он выделил в качестве важного направления структурную реформу предложения и увеличение инвестиций. Вложения только в высокотехнологичное производство выросли на 21,5% в годовом исчислении. Хорошие результаты показали и реформы в промышленном секторе. Был упразднен ряд так называемых зомби-предприятий, то есть нерентабельных государственных компаний. А прибыль остальных увеличилась за первые пять месяцев года примерно на четверть. Новых же компаний за первое полугодие было зарегистрировано около трёх миллионов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Я уверен, что структурные реформы помогут оптимизировать ситуацию. Сейчас на первый план выходят новые драйверы экономического роста, и у китайской экономики есть все условия и возможности для стабильного развития и сохранения довольно высоких темпов роста. Эксперты отмечают, что ситуация, сложившаяся в первые полугодия, закладывает прочную основу для достижения годовой цели по росту ВВП на уровне 6,5%. Юлия Жень, CGTN Новейшие данные китайской экономики привлекли внимание мировых СМИ, особенно рост ВВП, который превзошёл ожидания многих экономистов. Наша редакция подготовила краткий обзор СМИ. С большой долей оптимизма оценила макроэкономические показатели Китая американская газета New York Times. Издание отмечает, что сильный рост означает, что власти страны будут иметь больше возможностей для решения растущих долговых проблем. В приоритете финансовые политики в этом году останутся контроль рисков и сокращение зависимости от заёмных средств. По мнению агентства экономической информации Prime, экономика Китая во втором квартале продолжила демонстрировать устойчивость. Меры властей КНР, направленные на сокращение независимости от заёмных средств и сдерживание спекуляций на рынке недвижимости, вероятно, сказались на экономическом росте слабее, чем ожидалось. Подобного мнения придерживается и BBC. Британский телеканал сообщает о том, что ужесточение правил кредитования не принесло охлаждающего эффекта, который многие прогнозировали. Промышленное производство в июне выросло на 7,6% по сравнению с тем же периодом, годом ранее. Это высшие показатели мая и ожиданий рынка. Газета «Коммерсант» в своей статье указывает, что большинство экспертов не ждут сохранения нынешних высоких темпов роста до конца года, в свою очередь из-за ожидаемого ужесточения регулирования финансового сектора страны. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Центробанк страны будет играть более значительную роль в защите от рыночных рисков и призвал к модернизации регулирования финансовой системы Китая. В подмосковном Жуковском открылся 13-й международный авиационно-космический салон МАКС-2017. В смотре мирового авиастроения участвуют почти 800 компаний из 26 стран и регионов мира. На выставке открыты 10 национальных павильонов, в том числе китайские. С чем приехали на МАКС китайские авиастроители, об этом в следующем репортаже. Истребитель-бомбардировщик Сяолун, беспилотник Илун-1, учебно-тренировочный Хунде Л-15, турбовинтовые пассажирские Сиань МА-60 и МА-700, легкомоторные Юнь-12. И даже это не все из того, что авиапромышленная корпорация Китая предлагает потенциальным покупателям на выставке МАКС-2017. Раньше у нас была задача разработать сами самолеты, но теперь конкуренция ориентирует на качество, цену, надежность, управление и услуги. Это глобальная тенденция. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация представляет на МАКС семейство новых ракет-носителей Куайчжоу. Быстрые корабли, так с китайского переводится их название, разработаны в четырех вариантах. Куайчжоу-1А предназначена для срочных коммерческих запусков. Она способна за один полет вывести до шести спутников на разные орбиты. Максимальная полезная нагрузка – 300 килограммов. Куайчжоу-11 – аппарат посерьезнее. При стартовой массе в 78 тонн она может вывести тонну груза на 700-километровую орбиту. Мы уже индустриализировали свои научно-технические исследования и надеемся внести вклад в развитие страны за счёт коммерческих проектов. Первые полёты Куайчжоу состоятся в этом году. Таким образом, корпорация «Касик» нарушит монополию компании «Грейт Волл», которая до сих пор была единственным коммерческим оператором космических запусков в Китае. Руководство последней, впрочем, по этому поводу не волнуется и ищет на МАКСе новых партнёров. С одной стороны, мы укрепляем сотрудничество с другими компаниями, с другой стороны, распространяем свою систему спутниковой телекоммуникационной связи в рамках ШОС и расширяем использование системы дистанционного спутникового зондирования в рамках БРИКС. МАКС-2017 проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Первые три дня посвящены семинарам и круглым столам, а также подписанию контрактов. Затем авиасалон будет открыт для публики. Самая ожидаемая премьера на выставке этого года – показательное выступление МиГ-35 российского многоцелевого лёгкого истребителя поколения 7+. В совместную антитеррористическую тренировку провели китайские и белорусские военные. Учения «Единый щит-2017» длились неделю. Бойцы спецназа Беларуси и Народной вооружённой полиции Китая отрабатывали взаимодействие при проведении контртеррористических операций. Одним из заданий было освобождение территории, по легенде, захваченной боевиками. Стороны также отработали действия по задержанию особо опасных преступников, поупражнялись в тактической стрельбе и тактической медицине. Финальным аккордом манёвров стали показательные выступления, прошедшие на полигоне под Борисово. Отмечу, что это первая подобная тренировка на территории Беларуси. Впрочем, военные не исключают, что в будущем мчения станут регулярными. Китайско-российские соревнования по огребле на Байдарках завершились в северной провинции Хэлунзиан. В них приняли участие более 120 спортсменов из двух стран. Об итогах мероприятия и впечатлениях участников – репортаж моих коллег. Проплыть на Байдарках сразу по нескольким рекам провинции Хэлунзиан. Соревнования по огребле разделили на три этапа. Перед каждым из них устроили красочную церемонию открытия, а после – торжественное закрытие. Необычайно красивыми оказались и сами состязания, когда более сотни спортсменов из Китая и России на разноцветных лодках преодолевали расстояние в 20 километров на каждом участке. Мы из Харбина решили отправиться в небольшое путешествие на машине. А когда проезжали мимо реки в Жаухэ, увидели, что тут что-то интересное происходит. Стояли, смотрели, не могли оторваться. Зрелище действительно впечатляющее. Первый этап состязания проходил на территории уезда Ло Бэй, второй – в уезде Жаухэ, а завершающий – в Харбине на реке Хуланьхэ. Чемпионом стал житель провинции Фудзянь – Джанган, преодолевший все 60 километров за 4 часа в 41 минуту. Второе и третье места также достались китайским спортсменам. Впрочем, и остальные говорят, что приобрели бесценный опыт или просто отлично провели время. Вообще, я гордонолыжным спортом занимаюсь, поэтому часто приезжаю в Халунцзян, но всегда зимой. Летом я здесь первый раз. Здесь не так жарко, как у нас на юге, и природа очень отличается от нашей. Поля, зелень, везде красота. Нам очень нравится на этих соревнованиях, потому что они объединяют российских и китайских спортсменов. Получается, что народы дружат. Ещё здесь очень красивая природа, река и красивый город. Я приеду из Сиамэня. Проделло будет 2000 километров, но это того стоило. Очень интересно было соревноваться с российскими спортсменами. К тому же я давно хотел побывать в этих местах. Здесь, правда, очень здорово. Международные спортивные состязания в провинции Халунцзян в последние годы проводят всё чаще. Ещё не успели завершиться китайско-российские соревнования по гребле, как началась подготовка к следующему масштабному спортивному празднику. Уже совсем скоро у нас пройдёт водно-модорная форума-1. Я думаю, что все эти спортивные соревнования очень болезны. Они призывают к здоровому разуме и сплачивают народы наших стран. Также это хороший способ привлечь внимание к водным ресурсам нашей провинции. Думаю, что это будет способствовать и развитию туризма. Харбинский этап водно-моторной Формулы-1 состоится на реке Хулайнхэ с 12 по 13 августа. На него съедутся участники, тренеры, судьи и технические специалисты более чем из 30 стран. Организаторы ожидают, что число зрителей превысят 60 тысяч человек. А те, кто не попадёт на соревнования, смогут увидеть их по телевизору. Транслировать мероприятия будут в 120 странах и регионах мира. Юлия Жень, CGTN. В провинции Цинхай на северо-западе Китая завершился третий этап международной шоссейной велогонки «Тур озера Цинхай». Спортсменам было необходимо преодолеть маршрут длиной в 133 километра. В ходе чего им нужно было подняться почти на тысячу метров на гору и проехать через перевал на высоте 3820 метров над уровнем моря. Нынешний этап выиграл белорусский гонщик Станислав Башков. Назначенный участок ему удалось преодолеть за 3 часа 5 минут 42 секунды. Напомню, что тур «Озера Цинхай» в этом году проходит с 15 по 29 июля. Общая протяжённость маршрута в велогонке составляет 2042 километра. В соревнованиях принимают участие 22 команды со всех концов мира. Дальше последуют ещё 10 этапов. «Я первый раз еду в эту гонку. Она проходит на высоте. Как бы сказать, я хорошо еду в гору, но я думал, что будет очень тяжело мне в горах. Я не привык ездить на такой высоте. Но, видимо, что я могу это. И когда мы поднялись, мне было очень тяжело. Но, в принципе, когда перевалили гору, я догнал их со спуска. И когда я их догнал со спуска, я был уверен, что я в спринте буду их сильнее». Итак, на этом завершается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова